Мы готовили документ на имя министра образования Российской Федерации Ливанова, который писал губернатор области по поводу того, что это огромное количество студентов и то, что сегодня незаконченный учебный год начинается реорганизацией. Черным по белому прописали закрыть 80% филиалов вузов и 40% вузов. В течение какого срока это должна пройти передача? Мы готовы принять всех желающих студентов к себе в университет. Одно говорю, что это студенты 1, 2, 3 курса. По направлениям, по которым они учились в МАПе, они все есть в Амурском государственном университете. Поэтому уже около 100 человек пришли к нам в университет, написали заявление. Мы обо всем с ними договорились, поэтому в общем готовы. Хотя, конечно, такой масштаб проблемы очень значительный. Это вынесет возмущение в уже такую устоявшуюся в этом учебном году жизнь университета. С общежитием будут проблемы, но вот Министерство образования и науки Амурской области пообещало нам помочь. Это в первую очередь касается, конечно, очников. И заочники на сессию приезжают тоже достаточно массово. В Амурском университете нет сегодня возможности дополнительно кого-то селить до конца этого учебного года. Поэтому коллеги из других высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, где уже немножко повольготнее, чем в Амгу, в общем, обещали помочь. Накануне всех этих преобразований, которые прошли в МАПе, губернатор Амурской области обращался с письмом лично к Министерству образования Российской Федерации, что этот процесс нужно было бы дождаться окончания учебного года и решать его не в один день, а последовательно, чтобы была понятна ситуация. И студентам, и профессорско-преподательскому составу, к сожалению, ответа мы не получили. Мы знаем, что лицензия отозвана. Повлиять мы сами не можем, потому что учредитель это частный в этой ситуации. Поэтому мы сегодня провели рабочее совещание. В дальнейшем мы будем всех ребят определять по судьбе каждого, где будут они в дальнейшем заканчивать и получать документы государственного образца. И будем заниматься профессорско-преподательским составом с той целью, чтобы они получили рабочие места, потому как там очень много остепененных преподавателей на площадках наших, которые есть на территории города Благовещенска.